окончательно и без поворотно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате 18 стальных колес экстремальные дальнобойщики запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше прохождение и сегодня мы уже по-любому с вами должны собственно добить эту игру получить последний оставшиеся ранг и в итоге у нас будет полностью все ранги получены полностью вся игра пройдена давайте посмотрим что у нас здесь есть с вами камни 314 очков за 27 миль велосипеды 212 за 32 не пойдет лом 87 за 8 миль очень мало на одежда 30 15 351 за 35 военное оборудование 358 за 34 давайте лучше военное оборудование я думаю это выгоднее всего на кпп сюда почему бы и нет тем более на военной машинке удобной на которой мне нравится кататься такса не забыть свернуть на кпп таксильное оборудование таксильное экстремляное остальное просто и вот а просто и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю почему, но как-то на птиц совсем не похоже Вообще со звуками здесь тоже как-то есть проблема Их вообще не хватает То есть нет никакого толку шума ветра, допустим Еще чего-то Вот какие звуки можно было бы ожидать, услышать Вот в такой вот местности Машины издают звуки И иногда мы слышим вот этот скрип Типа птиц Иногда вот еще слышен звук, как будто Немножко там камни где-то посыпались Или что-то такое, изредка Довольно редко вообще Больше вообще ничего Ну чисто вот гудение движка машины и все Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дать твою уж дивизию Ладно потом отремонтируемся Продолжение следует 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 Так, стоп. Вот так вот, чтобы очки не терять. Поварим мне, главное еще успеть. Нормально, все нормально. 358. Но нам еще довольно много. Давайте посмотрим. Соя у нас есть. 348 очков за 35 миль. А листья коки. 456 очков за 42 мили. Одежда. 63 очка за 11 миль. Да вы что? Запчасти. 212 очков за 16 миль. И лимончики. 99 очков за 15 миль. Ну, выгоднее листья коки на самом-то деле. Главная площадь далеко, конечно, ехать. Ну, что поделать. Так, отсюда вот мы выезжаем вот сюда. Тут направо. И потом дальше ехать, ехать. В общем, в самый-самый конец на рыночную площадь. Харшу. Ой, это у нас на рассвете. А нет такого, чтобы ночью опять что-то? Жалко. Ну, ладно. Поехали. Так вот, листья коки на рассвете. Что поделать? Эта машинка не очень хорошая. Ее заносить будет сильно сейчас. По крайней мере, погода красивая, пасмурная. Да, заносит эту машинку. Ушасно, как корова на льду. Так, а здесь направо. А, это я помню. Как-то даже дождь звучит странно. Он шипит просто вот. О, впереди туман. 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 Туман, конечно, не такой, как на Аляске Но его практически здесь незаметно Он где-то там вдалеке Холмы, горы скрывает А нам, собственно, ехать вообще не мешает Вот если бы сюда с Аляски Туман Ну вот это уже бы, ого-го, как ощущалось Субтитры сделал DimaTorzok Так, стоп, а здесь нам Направо Нет, стоп, какой направо? Здесь некуда направо Здесь, а, здесь, нет, здесь только одна дорога Это там можно было выбирать налево-направо Что-то я вообще остановился Субтитры сделал DimaTorzok Так, стоп Продолжение следует... 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 отремонтировались и готово успели, успели, нормально 456 очков, что у нас там по очкам 1292, еще много довольно много так, 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 неужели о, да ладно, элитный груз появился генератор ха он все-таки здесь есть, просто настолько мизерный шанс получения этого груза, да вы шо, да ладно вот сюда, я не повезу сюда его, по вот этим самым я его не повезу 1000 очков за 48 миль да еще и по вот этому, да если честно, оно-то вы не стоит, столько мороки на тех серпантинах, вот такой вот длинный прицеп, да ну его, не хочу хотя на самом деле хочу, но, или проехать уже все-таки один раз, один раз для галочки, просто проехать ну это ж долго, еще такой длинный маршрут ну учитывая, что это уже последняя будет у нас серия по игре ну давайте, что ли, все-таки уже для галочки элитный груз мы провезем, даже здесь он все-таки здесь есть, но почему такой мизерный шанс? в прошлый раз мы прям насильно с помощью кода листали список заказов не было его вообще, а тут на тебе, появился так он еще, елки-палки, он еще негабаритный шесть у нас будет определенная проблема чтобы его довести, но ничего что поделать сейчас у нас раннее утро шесть утра рассвет сейчас будет я уже был прям уверен, что здесь в принципе на этой карте нет элитных грузов даже тот фактор, что здесь на главном экране карты показывается груз профи-класса в отличие от предыдущих карт где показывались именно элитные грузы ну ладно, хорошо, что хотя бы под конец все-таки дали нам элитный груз потому что было бы вдвойне обидно когда-то в будущем потом просто узнать, что оказывается оказывается здесь все-таки есть элитный груз просто нам не повезло и нам его не дали ну раз уж дали для галочки мы все-таки его провезем ну конечно получим мы много очков но мороки у нас сейчас с ним будет очень-очень много потому что он негабаритный вообще там жуткий серпантин который вообще я решил туда не ездить вообще ни разу ну вот придется под конец там потом по идее еще на одну доставку нам выполнить не особо длинную должно будет хватить очков чтобы уже получить ранг начало 7 утра но я не могла По таким узким дорогам вообще такой груз никто бы не вез, потому что тут разминуться со встречкой практически нереально сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Что там сзади творится? Лучше не смотреть даже в зеркало. А лучше в зеркало даже не смотреть. Вообще периодически надо, наверное, ремонтироваться на всякие пожарные, потому что... Кто его знает, вдруг потом нам напишут, типа, слишком сильно повреждена машина, и все, вы проиграли, в общем, начинайте сначала. Я такого не хочу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Выключайте фонари, уже светло. Энергию вообще не экономит. Никто. Нет, лучше в зеркало заднего вида не смотреть вообще. Там кошмар творится. Там просто какой-то ужас. Наш прицеп живет своей жизнью. Мы едем в одном направлении, вон в другом. Мы едем в одном направлении, вон в другом. На всякий пожарный. политику. КОНЕЦ Что-то мы все едем, едем, едем И никак не приедем Пропустите вы меня Ну и Да ну что за жест с этой игрой-то Как тут проезжать-то, а? Блокируют мне полосу и все Кошмар Так, а здесь нам Нам после моста налево нужно Субтитры делал DimaTorzok Ты Прицеп потерян, да вы шутите? Да вы издеваетесь Как мне его подцепить-то? Как мне подцепить пресет-то? Игра Игра, что ты делаешь, а? Я заново перепроходить-то не буду Короче, давайте доедем так Если сможем выехать вообще Так, эти очки я сейчас добавлю себе Я выйду из игры, добавлю в файл сохранений Просто так 1085 Это меня не устраивает, я их терять не буду Так, очки я себе добавил Потому что я считаю, что я проехал То, что у меня почему-то прицеп улетел Его что-то сбило Это не мои проблемы Это проблемы игры Здесь нужно сражаться Не с противниками, как в играх это бывает Здесь нужно сражаться с самой игрой Нужно, чтобы пройти, нужно победить игру Сломать игру Вот я нашел способ И я эти очки все равно получил И нам нужно еще 207 очков только получить Чтобы пройти игру Что здесь есть? Вот есть два задания, которые Которые ничего себе 42 миля нет Нужно что-то, что-то другое Но этого нам не хватит 21 миля, 11 миль Но зато это простое будет задание Это мы быстренько выполним Потом еще одно такое же Допустим маленькое Это мы из деревушки едем на КПП Вот давайте вот это мы возьмем А предыдущий груз Предыдущую доставку Считаем выполненный Кто же виноват, что они не могут Намертво изолентой Привязать прицеп Чем они его там? С соплями прицепили? Прицеп крепко закрепляется Он отпасть просто так не может Разве что оторвать его полностью А разорвать Металл должно оторвать Чтобы он отцепился Так Ну да Здесь можно так проехать Понизу Конечно я не могу ехать аккуратно Потому что здесь во-первых Таймер я должен Я обязан быстро ехать Иначе у меня заберут очки То есть я по-любому должен ехать быстро Да во-первых Во-вторых тут все нарушают правила Все едут не по той полосе Мне приходится как-то Лавировать между ними Само собой я буду их задевать И это ж не моя проблема Что они Едут не так как надо Поэтому ответственность за это Тоже не я буду нести Терять очки тоже я не буду Чистот-то Ведь это charter clear Я хочу Официал Я буду Вот называется, как меняется настроение В зависимости от карты в этой игре На Аляске я прям Довольный, всегда мне прям Все нравится, ну кроме того, что Разнообразия, конечно, не хватает, но Все равно, на Аляске Я всегда ехал, отыгрывал прям роль Мне нравилось, классно, все отлично Потом мы попадали в Австралию В Австралии уже проблемы есть, потому что Едут медленно все Тормозят постоянно резко И, соответственно, у нас тоже уже проблемы Мы не успеваем по тайму, нам нужно ехать быстро А мы не можем, нам создают препятствия И вот приходится Объезжать, обгонять В общем, свои проблемы есть А здесь вообще просто жесть творится На этой карте Так, я не помню, мы Врезались, не врезались Ни в кого На всякий случай Ну сейчас, я думаю, еще одну доставку И все 81 очко нам нужно всего лишь Сахарный тростник 32 мили 250 очков Лом 78 очков за 8 миль Вот это можно было бы провести Но в итоге нам 3 очка потом не хватит Кофейные зерна То же самое, одного очка не хватит Одежда Слишком долго ехать не надо Нам вот камни Можно 84 очка Но, правда, здесь может быть проблема с тем, что мы просто не успеем Опять те таймеры Зачем это было сделано Таймеры, таймеры, таймеры Давайте возьмем, чтобы уж на всякий случай Вот этот сахарный тростник Пускай далековато Ну ладно, уже из этой деревушки провезем На рыночную площадь Зато гарантированно уже у нас будет достаточно очков Хотя на этой машинке мне не хочется Давайте попробуем, в общем, из карьера камни довезти Ну если что, потом Не знаю, будем выбирать самые маленькие заказы И все На этой машинке и то как-то получше просто Так, а мы едем на дамбу Ну поехали Так, быстро, быстро Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дамба здесь совсем рядом, в принципе Но на таких коротких дистанциях Очень жестокие таймеры вообще Тут надо прямо лететь Просто лететь, чтобы успеть Продолжение следует... 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 Вот уже и дамба. Будем надеяться, что успели. Ну-ка, 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 успели? Да, отлично. Отлично, это означает что? Это означает, что мы сделали это. Теперь нам поклоняются дальнобойщики всего мира. Мы стали легендой дальнобойщиков. Мы, как здесь называется этот ранг? Каменьеро дель дил. Не знаю, что означает вообще эта фраза. Но так как мы вообще прошли всю игру, теперь мы легенда среди дальнобойщиков. Мы прошли все карты полностью. Везде по максимуму ранги мы получили. Ну и что ж, ну давайте тогда уже будем подводить итоги по поводу этой игры. Но я хотел бы для этого вернуться на Аляску, просто потому что Аляска мне нравится больше всего в этой игре. Поэтому я хотел бы напоследок заглянуть. Хотя бы просто заглянуть вот сюда. Что ж, как я сказал, в игре есть три карты. И к каждой карте у меня свое отдельное, по сути, мнение. Потому что вот Аляска, это класс, супер, мне очень нравится. Австралия, это есть уже определенные проблемы. А Южная Америка, это вообще кошмар, хочу забыть. Вот просто кошмар. Почему? И дело здесь не в том, что вот игра старая, она выглядит, возможно, не так, как хотелось бы современно. Возможно, в техническом плане машины не настолько продвинуто себя ведут, как в современных играх в Евро в Американ Траках. Нет, дело здесь в основном в багах и некоторых дизайнерских неудачных решениях. То есть просто вот разработчики неправильно сделали, нужно было по-другому. Вот эти таймеры, которые усложняют игру, во-первых, а во-вторых, они не позволяют просто прокатиться в свое удовольствие. Мы должны гнать, мы должны спешить, мы должны нарушать правила, иначе у нас отнимут очки. Зачем вот эти очки вообще было добавлять? Почему было бы не сделать, допустим, сюжетную кампанию? Набор разных трасс, которые нужно поочередно просто пройти, и все. Разнообразия игре критически не хватает. Трасс здесь очень мало. Это одни и те же трассы. Даже в предыдущих играх и то намного больше дорог. В предыдущих старых играх намного больше дорог почему-то. Здесь почему-то их вообще сделали очень мало. Грузы здесь прям одни и те же практически. Разнообразия не хватает вообще ни в чем. Жалко, что не дали возможность после прохождения какой-либо карты, либо хотя бы после прохождения полностью, вот как сейчас игры, настраивать заезды и кататься в свое удовольствие. Я бы хотел настроить, допустим, хочу прокатиться по Аляске, вот оттуда, до туда хочу, чтобы это была ночь, погода, чтобы была такая-то, такая-то, ну и допустим, отключить трафик вообще. Просто получить удовольствие. Почему бы это не сделать? Хотя мне бы так хотелось бы, было бы классно. Я бы с удовольствием еще так покатался, но, к сожалению, такой возможности не дают разработчики. Разработчики просто вот решили насильно как-то добавить проблем для игрока. В Австралии они решили насильно вот заставить игрока тормозить постоянно, просто сделав так, чтобы трафик ехал медленно, чтобы трафик постоянно подтормаживал и создавал для нас проблемы. А вот здесь вот на трассе Юнгаса в Южной Америке, там вообще жесть просто творится. Дороги невероятно узкие. По ним вообще проблематично ездить. А вот этот баг, при котором все ездят почему-то по чужой полосе, это вообще странно. И знаете, что забавно? Что в продолжении у этой игры есть вторая часть. Так вот в продолжении тот же самый баг. В Южной Америке почему-то все ездят не по той полосе. Почему я выбрал именно вот эту часть, а не вторую? Потому что, во-первых, хотелось мне оригинал, то есть первую часть поиграть. Во-вторых, вторую часть я был попробовал, тоже запустил, проверить как она работает. Отличие в чем? Отличие в том, что те трассы, которые есть уже, чуть-чуть стали побольше, буквально чуть-чуть, и добавилось еще две трассы, ну то есть две карты еще. По сути, еще две кампании, игра стала дольше. И вроде как классно было бы, да, но... Есть огромная проблема в физике движения машин. Ее переделали, и я не знаю, то ли так и должно быть, то ли это баг, но машины вообще практически не тормозят. Я попробовал просто ехать, ну чтобы проверить работоспособность игры. Попробовал ехать и понял, что я не имею ни малейшего понятия, что мне сделать, чтобы машина остановилась. Кнопка тормоз, она еле-еле по чуть-чуть, только сбавляет скорость, и я вообще не знал просто как тормозить. Единственный способ это просто лоб в лоб в кого-то влететь, или в дерево, в столб, не знаю, в стенку. По-другому я просто не знаю, как играть, потому что тормозить там не реализовали возможность торможения. Почему-то посчитали, что если игрок разогнался, то он уже никогда не захочет затормозить. Поэтому я даже и мысль не допускаю о том, чтобы поиграть во вторую часть. Собственно, и все, отличий больше там и нет. Расширили, скажем так, первую игру, и изменили физику вождения. Повторюсь опять-таки, что было бы лучше, чтобы просто сделали кампанию с разным набором трасс, поочередно, которые нужно было бы пройти, и каждая трасса отличалась бы от предыдущей. Без всяких таймеров, без всяких очков. Просто пройти от и до, и все. И это было бы классно. Просто ездить в свое удовольствие. Но здесь этого не позволяют, здесь заставляют мучиться. Ну, кроме разве что Аляски. Вот Аляска, это для меня класс. По Аляске я катался с удовольствием. В любом случае, игру мы с вами прошли прямо полностью, вообще, все карты. Надеюсь, ребята, вам понравилось. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok